На Московской улице в Немчиновке вместо недостроенного здания Института лесного хозяйства появится современная школа на 550 мест. Ход работ проинспектировал глава Денцовского округа Андрей Иванов. Строительство стартовало 1 октября текущего года и на данный момент здесь идет выполнение земляных работ, фундамента и подземной части здания. На сегодняшний день мы закончили демонтаж существующего здания. Сейчас занимаемся вывозом, параллельно разрабатываем теплова. Участок у нас поделен на захватки, все работы идутся параллельно. Участок, который уже разработали с сегодняшнего дня, организуем работы по монолиту, фундаменты и все остальное. До конца года завершат возведение подземной части школы, а в начале следующего приступят к строительству наземной. В настоящий момент на площадке трудятся 11 рабочих, 4 инженера и 4 единицы спецтехники. Руководитель муниципалитета обратил внимание на вопрос о привлечении дополнительных ресурсов. Что касается техники, единицы рабочих, на этом этапе достаточно или мы сделаем рекомендацию усилить? Сделаем рекомендацию увеличить количество техники, увеличить количество людей. Строительный объект окружает частный сектор. Жалоб от населения на шум пока не поступает. Но с наступлением холодов рабочие будут вынуждены переходить на более мощный электрогенератор, звуки работы которого могут причинять неудобства жителям соседних домов. Андрей Иванов предложил оказать содействие в подключении объекта к городским энергосетям. Давайте, мы готовы включаться и собирать энергетику к вам с помощью, чтобы быстрее уйти от шума. Потому что люди в частном секторе, конечно, это заметят. На многоквартирных домах там не так, как бросалось в глаза. А здесь это точно вызовет отторжение. Строительные работы идут без задержек. Сдать объект планируют в конце 2023 года. В четырехэтажном здании площадью почти 12 тысяч квадратных метров предусмотрены все необходимые помещения для организации образовательного процесса. На прилегающей территории будет многофункциональная площадка для проведения мероприятий, а также физкультурно-спортивная зона. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Агентство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова